Своебросный доклад введения, поэтому заостряйте на том, что ребята говорили особо внимания не о том, о том, ради чего он заработался вообще в AppAssembly и чего от него люди хотели, и чему он предшествовал. И поэтому сейчас начнем говорить о нем, как он вообще живет, работает и чувствует себя внутри браузера. Ну, вообще изначально у вас был какой-то код, какое-то ваше приложение, я бы скажу, даже консольное, например, на каком-нибудь нативном языке, там C, Ruby, неважно какое, вы его какими-то получениями откомпилировали, ну, в данном случае у меня C, я использовал при некоторых настройках, вы получаете там три файлика, это, собственно, файл вас в самом модуле в AppAssembly, собственно, байт-код ваш, это файл GSO-бляски и, соответственно, некая HTML-подложка, попозже я вам скажу. В данном случае зачем здесь вообще нужен файл GSO-бляски? Дело в том, что когда у вас ваше приложение жило, так сказать, естественно себе окружение на обычном железе, у него там было вокруг него там файловая система оперативная память, аудио-видео-подсистема, то есть все нормально, он там хорошо жил. Вы его оттуда вырвали, перепомпилировали его под AppAssembly, соответственно, он запустился в браузере, у него ничего этого нету, все, ног у него нету, он не стоит, он упал. Значит, нужно это как-то чем-то подменить. Для этого, собственно, существует GSO-бляски, а по сути это то же самое ваше, только в браузере. То есть он что-то на что-то подменяет. Например, в случае файловой системы он меняет ее на IDBFS, даже можно почитать, если по имскрипте оно там. Это все описывается, что вот оно используется IDBFS. Это, по сути, JavaScript-версия постиксовской системы, только уже полностью JavaScript-написанная, и вместо жесткого диска там используется именно IDBFS. Это что касается того, как вообще все это запускается из GSO-браузера. Дальше рассмотрим сам, собственно, VAT-файл. VAT-файл — это текстовое представление в WebAssembly-модре. По сути, оно нужно для того, чтобы было проще отлаживать, проще вообще контролировать, смотреть, что там происходит, ну и как-то глазами смотреть. Можно сравнить это, в принципе, со сендером, это грубо, но совсем грубо сходу. Сам VAT-модре представляет собой довольно-таки такую примитивную плоскую структуру. У нас там есть область с кодом, область, где хранится глобальная переменная, область стерка, естественно, область для хранения просто какой-то памяти. Она может расширяться в зависимости от необходимости, в большую или меньшую сторону. Ну, это, скажем так, некий область. Аналогов на скоблиске внутри ВПЦ. Соответственно, тут у меня просто в качестве примера слева направо представлены, допустим, у нас был бы некий код на C, ну, его тут видно плохо, это у меня как-нибудь вычисление Fibonacci. Соответственно, мы получаем вот такое текстовое представление, VAT, и, соответственно, в JavaScript мы просто загружаем его как некий набор байт, это мог быть файл, просто здесь специально показалось, что это набор байта, видимо, сел. Соответственно, три простые операции, мы просто этот набор байт передаем в конструктору веб-ассампли, он собирает из них модуль, и мы можем дальше им пользоваться. При необходимости можем туда подсовывать некоторые импортируемые функции, сейчас тоже об этом поподробнее поговорим. Собственно, устроится самого VAT файла, ну, VAT файла, собственно, например. Сам текстовый VAT файл представляет у нас лязо-дерево, то есть мы можем рассматривать каждый блок начали с фокусом как узлы. Ну, видно, здесь, конечно, очень все плохо, но здесь основной блок правый. В самом VAT файле у нас есть некоторый набор основных узлов. Самый основной узел, центральный узел, модуль. Вообще, принципиально, самая примитивная программа может у нас состоять только из одного слова модуля, это будет валидный файл, просто он ничего не будет делать. Далее у нас есть блок imports, это, собственно, то, что мы хотим подсунуть в наш фазовый файл из JavaScript. Это, собственно, то, что происходит в JavaScript файле, в JavaScript файле облески, сейчас тоже на это посмотрим. Есть exports, это, собственно, те функции, которые мы хотим из нашего фазового файла переиспользовать в JavaScript файле где-то в другой внешней среде. Это узел global, там хранятся глобальные переменные, которые он тоже нарушает, используется между JavaScript и различными модулями. Соответственно, область linear memory, просто область номера. Собственно, это то место, где у нас хранятся наши памятные, наши фазы, приложения. А область data — это специальное поле, оно позволяет инициализировать изначально при загрузке вас в модуле, какие за данные в вашем памяти, в нашем memory. Это область table, это область для хранения каких-то сложных типов данных. В данном случае, на данный момент, там хранятся только функции. Больше нам пока трениться не может. И, соответственно, для того, чтобы его инициализировать, у нас есть область elements. Тоже без карти инициализируется. И, наверное, самый такой основной блок — это func, function. Там у нас хранятся наши функции в App Assembly. Они состоят из набора некоторых инструкций. Эти инструкции выполняются по принципу стэк-машины. Сейчас тоже подробно посмотрим. Вот у нас еще один файл. Блок к кода слева, мы сейчас как раз посмотрим, разберем, как он работает. Ну и справа графическое представление, как это вообще выглядит. У нас есть некая таблица table, файл. У нее есть ссылки на какие-то функции. У нее есть область памяти. Функция состоит из инструкций. Если инструкция генерит ошибку, то, соответственно, она перехватывается по пробочкам. Траппорт на времена ухе в App Assembly. Ну и, соответственно, все это где-то у нас выполняется в какой-то хостовой среде. Какой-то browser, какой-то node.js, там все что угодно. Теперь, значит, посмотрим. Если мы собираем какой-то файл, ямскриптингом, допустим, с начальностью просто на его код, мы получаем с вами вот такую подложечку, на которой нам ямскриптинг уже представил черный квадрат сверху. Это просто экран, то есть какая-то графическая вещь. Ну и снизу у нас располагается консоль, когда выводятся данные. Если же у нас какое-то графическое приложение, то мы, соответственно, увидим некую картинку, в данном случае какую-то наркотическую салонку. Вот это то, что у нас выбилось бы на экран в живом компьютере. Соответственно, посмотрим на код. То есть, например, для первого примера у меня использовался... Траппорт? Для первого примера у меня использовался вот такой простенький код носи, просто в консоль что-то пишется, да? Казалось бы, просто, но мы уже что-то вводим в консоль, если надо, что-то вывести на экран. Мы это собираем, получаем наш VASM-файл. Чтобы увидеть, как VASM-файл выглядит в текстовом представлении, есть специальный утилетка. Мы можем ее прогнать. Называется VASM-файл, и мы получим, соответственно, текстовое представление нашего с вами файла. Вот мы его можем увидеть. Вот он огромный, он много больше, чем тот, кто будет писать руками. И вряд ли вы когда-нибудь будете его писать руками, хотя мы, возможно, его писать руками. Соответственно, вот у нас внутрь импортируются какие-то системные вызовы, соответственно, для них всех существуют в Java с готовым файле какие-то аналоги, собственно, то, что у нас происходит внутри JavaScript-а. Ну и вот тут идут различные блоки. Вот мы можем посмотреть, что у нас есть. И импорт, то, что мы импортируем из JavaScript-а в WebAssembly. У нас есть блок function. Здесь какой-то комментарий указан. Дальше у нас указан, с помощью Type указывается тип сигнатуры функция. По сигнатурам функция и вообще по сравнению типов в ВАС устроит разбор ошибок, то есть, допустим, у нас это результирующее значение, по типу не совпадает с тем типом, который мы ожидаем в возврате, но, соответственно, получим исключение. В данном случае поддерживается пока только четыре типа. Это i32, соответственно, i32 и i64, i64. А теперь посмотрим подробнее, как же вообще ручками написать файлик. Соответственно, у нас есть... Вот есть такой пример. Для него у нас есть аналог на Java-скрытие. Вот, собственно, вот он. Ну, давайте посмотрим, что здесь происходит. Сначала я получаю с помощью функции fetch наш файл в WebAssembly. Беру от него рейбуфер, его байт-код, на себе байт, скарму его в наш конструктор в WebAssembly, получаю модуль. Соответственно, дальше использую этот модуль. Из модуля я могу выхватить те функции, которые я пометил как экспорт. Соответственно, вот у меня функция fcl, fcl. Ну, и, соответственно, на данном этапе все. Смотрим же, что теперь у нас будет происходить, когда мы эти функции будем вызывать, и вообще, что мы здесь определяем. То есть я определяю у меня в модуле таблицу для охранения ссылок на функцию. Таблица размерностью 2. То есть она может хранить две ссылки. И тип чего она... Тип ссылок, который она охранит, это anyfunk, то есть любая функция. Дальше я оговариваю две некие функции. Первая функция в качестве... Значит, сначала функция указывается, сколько она принимает параметров. Их можно как группировать, так же, в принципе, можно и писать отдельно. То есть я сейчас просто напишу парам... Извиняюсь. Напишу парам... И еще, например, fcl. Тут первая функция принимает у меня три каких-то параметра. На данный момент веб-ассамбле может возвращаться только одно значение. И оно может либо присутствовать, либо не присутствовать. То есть если у нас есть блок result, то означает, что функция к концу должна что-то вернуть. Если он отсутствует, то значит функция ничего не возвращается. Надо будет что-то возвращать, и это получается. То есть, опять-таки исключение. Также у нас следует некий набор инструкций. Соответственно, в файле веб-ассамбле все индексируются, все блоки, коды, все узлы, все индексируются от нуля. В рамках своего блока, ну, здесь на повод растания. То есть, что мы здесь видим в данном случае? С помощью специальной команды getLocal мы в стэк записываем значение из первого параметра, потом в стэк записываем значение второго пришедшего параметра. Далее, опять-таки, встроенные специальные функции мы предстоящие два значения в стэке суммируем, и теперь у нас в стэке лежит только одно значение, которое софтэк попадает в айдерситарный результат. Значит, смотрим. Например, для функции cal мы делаем, что? Мы передаем нашу функцию cal 2,3 и 0. Смотрим нашу функцию cal. Она принимается, соответственно, на вход значения 3 и значения 0. Дальше в стэке у нас записывается значение 3, и в стэке записывается значение 0. Дальше мы видим функцию cal indirect. Вообще, в файлах webassembly, у нас есть два способа вызвать функцию. Это cal и cal indirect. cal мы используем для того, чтобы вызвать уже изначально существующую синтез функцию. То есть, например, я бы мог здесь написать, что я хочу сделать, например, cal, и вызвать функцию... Да, почему здесь написано долларка? Я бы мог бы написать на самом деле здесь просто циферку и тонечка, я тоже был выбрал. Собственно, у нас для простоты мы можем давать функции, атрибутам, чему угодно, какие-то имена, и потом использовать их. То есть, например, здесь я использовал по индексам, а могу, например, задать ему имя, например, параметр 1 и использовать параметр 1. Опять же, этикета в реальной жизни никому не нужна, потому что вряд ли вы будете руками писать такие файлы, только в том случае, если вы, конечно же, не делаете какой-то свой собственный транспейдер или компилятор в адрес представления, что малый рейн. Соответственно, здесь у меня cal indirect. Он создан для того, чтобы вызывать как раз-таки те функции, которые у нас не предопределены изначально, которые мы предопределяем на момент исполнения. То есть, мы их храним как ссылки, то есть, мы можем поменять, но не будет и так далее. То есть, в данном случае я говорю, что вызовем мне функцию и автоматически подставляется, какую функцию вызвать, подставляется 0 из вышележащего стека, то есть, вызвать вот эту функцию нулевую и передать ей, соответственно, параметр, лежащий до этого, тройку. Так, здесь у меня стоит... Так, то есть, 1,1 эта функция будет вызываться. Немножко я сейчас подправлю. Сейчас придет 1,1. 1 и 1. Соответственно, будет вызвана вот эта функция, который индекс может лениться. Зум, кодекс у нас плюс. Да, могу. Так лучше? Еще. Так лучше? Да. Отлично. Значит, сюда у нас пришли параметры 1,1, мы их записали в стек. Соответственно, здесь это читается как из таблицы возьми функцию от индекса 1. то есть, вот эту вот и скорми ей вышестоящий параметр тоже будет 1. Он у нас попадает, соответственно, вот сюда. Соответственно, здесь у нас в стек добавляется константа под значением 10 и последняя операция делает 1 плюс 10 и мы получаем на выходе 11. Ну, можем проверить этот код и, например, мы здесь с желанием. Вот мы все. То есть, тогда экзампла мы получаем 11. Также будет работать, в принципе, и остальной блок, но как я говорю, с стек машины можно вот так его ручками разбирать и понимать, как он работает. Ну, и на то следок в том времени, что мы углянем, чем все ремонтки осталось. Разберем, как вообще у нас работает компиляция, быстренько. Собственно, у нас есть некий исходник нашего кода. Мы хотим его откомпилировать. Можно использовать утилит. Утилитных компиляторов разных много. Ребята после меня там расскажут про другие вещи. В данном случае, я использовал mscripten. То есть, у меня есть некий source-код, я его прогоняю через LVM-компилятор, получаю байт-код. Этот байт-код, соответственно, я через mscripten перевариваю в ас-ли-жест-редставление. Это, по сути, наш самый ват-лилил ас-файл, который я через утилит обинария перегоняю в байт-вредставление наш вас-модуль. Копиляторы и тулчейн они бывают разные, они позволяют делать разные интересные комбинации, например, с помощью mscripten, с помощью вот этой книжной строки, например, вот такой, мы можем определять, какие мы хотим видеть в итоговом собственном файле импортированные функции, какие мы функции не хотим импортировать. Зачем это нужно? Потому что, если это будет работать по умолчанию, вот эта вот наша обвязка вся, наша обвязная модель получит рынки большого размера, ну, и чтобы мы могли это как-то более удобно контролировать. Ну, и такие ограничения еще в ассенде, то есть у него нету сборщика мусора устроенного, то есть его надо самому реализовывать под вашу нужную. Нет поддержки старых браузеров, потому что логично, в принципе. И нет возможности прямого взаимодействия с домом. То есть веб-ассамбле у нас вращается в той же песочнице, что HHS, но ради общей безопасности, соответственно, мы не можем из него никак влиять на то, что происходит в браузере. То есть только ему что-то сообщать, из него ловить, а потом уже как-то это в интерфейсе отображено. Ну, и вот такая диаграмма, как вообще у нас запускается. Еще раз повторите, веб-ассамбле в жаваспекте, да? То есть первый шагом у нас есть наш файл, мы его забираем, получаем его массив-байт, передаем его в конструктор, соответственно, получаем наш модуль, в него что-нибудь загоняем в качество импорта, если это нам нужно, и с ним работаем. Ну, отдельно покажу, как вообще импорт у нас работает, потому что я не могу как бы говорил. То есть вот у меня есть example 2. Здесь первой строкой мы видим, что я импортирую из JavaScript веб-ассамбле двухуровневую структуру, двухуровневую объект, то есть у меня есть некое пространство имен-консол, в котором у меня есть какой-то метод лог. Я оговариваю его сигнатуру для того, тип его, для того, чтобы собственно веб-ассамбле мог мне отговорить как бы ту функцию, вызываю с той сигнатур, и не с той, если же тут не левать на основе тихи. Ну, и соответственно, я эту функцию обозначаю, как даю имя текста, чтобы было проще, и ее просто беру и вызываю. То есть да, я вижу время, я здесь уже указывает, у меня еще 2 минуты, 5 секунд. Оптимизация, оптимизация. Так, и соответственно, что здесь происходит? Ржавский текст, я бы сняка тоже гляну. Для второго примера, вот, соответственно, я создаю объект при инициализации нашего модуля, я передаю ему не только гуфер, я ему передаю некий объект, соответственно, который я, как же, там внутрь импортирую. Вот наш пространство на конструкторе и этот лоб. Вот, соответственно, он будет высван, и мы увидим результат. Так. Не знаю, последний. Ну, здесь у меня есть, собственно, такие грустные вещи. Собственно, простейший пример кода у нас будет вот такой, если мы ручками соберем. Ну, и, соответственно, если реальный пример, у нас там получится просто огромный мусор, собранный нашими компиляторами. Ну, и дети используются в реальной жизни. Самый интересный для меня реальный пример веб-ассамбле. Это вот такой конструктор купленной языки. Я не знаю, здесь есть кто-нибудь разработчик этой штуки, потому что реально нам не очень понравилось. Такая трехмерная фигня. Можно убить, что он сделал у нас на веб-ассамбле. Даже хотелось бы ее на сомнере выключать. То есть, вот, мы здесь увидим, что у нас в АССРЦ от вас внутрь попихивает. То есть, видимо, это была у них какая-то стишная атрибуда. Может быть, даже и пользуются внутри компании. Решили вот в АССРЦ ее сюда протранслировать, я не знаю, предположение. Ну, и, как уже ребята говорили, полезные сайты для того, чтобы вообще со всем этим работать. Это сам сайт по веб-ассамбле. Это, соответственно, математологский сайт по MSDM. Ну, в принципе, наверное, все. Вообще, хотелось бы сказать, что там есть такой довольно-таки гибкий механизм с мемори. То есть, мы можем из JavaScript передавать в разные модули. О, прям уже. Из JavaScript передавать в MPSM. Допустим, можно настроить JavaScript сами определять какую-то область памяти какую-то таблицу, передавать их в разные модули. И у нас, соответственно, будут разные модули делить, по сути, единое пространство памяти. Мы можем в одном модуле, например, импортировать туда таблицу. В эту таблицу положить по первому индексу какую-то функцию. И, допустим, в другом модуле мы можем в таблицу тоже импортировать и из нее вызвать эту функцию по первой позиции в этой таблице. То есть, вот такая, давайте-ка, удобная схема. Все. Спасибо. Ура.